Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с художниками, их работами и автобиографией художника. Юлий Юлевич Клевер. Русский художник немецкого происхождения, получил признание как пейзажист салона академического толка, академик и профессор Императорской Академии Художеств. Я пользуюсь википедией. Родился 19 января 1850 года в Дерп. Происходил из немецко-балтийского рода. Его отец был магистром химии и преподавал в ветеринарном институте в Дерп. С детства проявлял вне наклонности к рисованию и в 1867 году после окончания Дерпской гимназии начал учиться на архитектурных по настоянию отца классах Императорской Академии Художеств. Однако вскоре перевелся в пейзажный класс. Учился у Воробьева, затем у Клод. Получил малую и большую серебряную медаль от Академии Художеств в 1870 году. Его картина «Закат» была приобретена великой княгиней Марии Николаевой, дочери Николая I в 1872 году. В 1875 году получил премию Общества поощрения художников за картину «Запущенный парк». После того, как в 1876 году его картину «Березовый лес» пожелал приобрести Александр II, ему, не окончившему академического курса, было предсвоено звание классного художника первой степени. А в 1878 году за картину «Старый парк» он получил звание академика «Живость». В 1879 году вместе с Самойловым он работал на острове Нарген. В результате одна из картин приобретена Третьяковым, а картина «Лес зимой» Александром III. В 1881 году за картину «Лесная глушь» Академия Художеств присвоила Клеверу звание профессора. Для дворца в имени Кузнецова в Форосе им был написан ряд картин. В 1890 годах произошли события, в результате которых Клевер уехал в Германию. Его привлекли как свидетеля по громкому делу о финансовом злоупотреблении его знакомого, бывшего конференц-секретаря Академии Художеств Исеева. Семья Клеверов вернулась в Россию только в 1915 году. После возвращения на родину он устроил выставку в Москве. После революции 1917 года Клевер получал материальную поддержку от общества художников имени Куинджи. До конца жизни преподавал в Академии Художеств и в Центральном училище технического рисования, где заведовала кафедрой фонументальной живописи. Быстрый успех Клевера дал ему много заказов. И создавая иногда по картине в день, Клевер стал часто быстро проходить кисти по подболевкам, выполненным его помощником. Так появились многочисленные работы Клевера-мастерская. Умер в Ленинграде 24 декабря 1924 года, похоронен на Смоленском православном кладбище. Вот так вкратце из Википедии о русском художнике немецкого происхождения Юлии Юрьевичей Клевер. Пока-пока, до свидания.